В череде событий не забудьте главное, подарите вашим родным внимание. На днях семья Ильиных собрала друзей и родственников. Пара отметила 60 лет супружеской жизни. Виктор и Любовь спустя больше полувека вновь пришли в ЗАГС. Мы рады приветствовать сегодня вас в день 60-летия супружеской жизни. Настоящую свадьбу 60 лет спустя решили повторить Виктор и Любовь Ильины. В день их бриллиантового юбилея. Супруги соблюдают все традиции – золотые обручальные кольца в знак крепкой любви. Встретились Виктор и Любовь в Иркутске на берегу реки Ангары. Это было любимое место прогулок студентов. Подошел к ней косище до пояса. Как посмотрела, такие глаза, какие я еще и не видел. Но после знакомства молодые люди потеряли друг друга. Виктор от волнения забыл спросить адрес. Были попытки найти Любовь, но безрезультатно. Четыре года прошло в ожидании. В один день судьба преподнесла сюрприз. Виктор пришел на почту. Студенту из деревни прислали сало. Потрюс, значит, в окошечке. Да чего же красиво личико. Господи, да это ж моя Любаша. И с тех пор поняли, что друг без друга мы уже жить не сможем никогда. Междуреченский семья Ильиных живет почти 50 лет. Виктор – заслуженный ветеран труда. Непрерывный стаж подземных работ – 42 года. Уголь – это главное богатство нашего края, говорит он. Его супруга Любовь работала на одном из заводов города. Строился пивоваренный завод. И мне предложили идти на руководящую работу. В зале самые близкие. У Ильиных двое детей, пять внуков и двое правнуков. Юбиляры – пример дружной и крепкой семьи. На их любовь равняются. Родители для меня – это все. Это забота моя, моя опора, защита. Друзья и коллеги сравнивают отношения супругов с лебединой верностью. Какая красота. Совет ветеранов, общество репрессированных, профсоюз. Список длинный. Все поздравляют юбиляров. Ильины – активисты. И даже на пенсии стараются участвовать в жизни города. Гулька! Гулька! На путственные слова следующей паре. Эстафетную палочку приняла семья Ипполитовых. Галина и Виктор отмечают золотую свадьбу. Вместе они уже 50 лет. Подружились, полюбили друг друга. В автобазе он работал, я туда устроилась. Две образцовые семьи, две истории любви, два юбилея. Супруги делятся секретами долголетия. Главное – любить надо друг друга. А если любишь, никогда не расстанешься, я так считаю. Выступать надо, прощать, разговаривать. Вера Фефилова, Андрей Блохин, Новости Плюс.